День голубиный Света не ожидая, за огном падает снег и летает стая, хлопотая о недостатке места, о недостатке хлеба, хлопания крыльев, сели на подоконник, один сорвался, я хувыркаюсь в воздухе через небо, там я себя ощущаю еще бессильнее. Голуби, малея и пропадают, падают веселятся, о свете края, о свете белого края, падают веселятся, упали, играют в прятки. На краю света, на грани слова и дела голуби в ветках плещутся в беспорядке. Что это бьется, не может сделаться шире, выйти за контур собственного незнания. Дрались, толкались, упали, преобразились. Пальцы у них на лапках померзли и отвалились. В кого-то из них кидали, давно кидали, может и не попали, а он до сих пор придавлен. Но если укрыться нечем, можно укрыться камнем, так я себя ощущаю еще бессмертней. Если укрыться нечем, можно лечь в синем поле, проснуться голубем на балконе, голосом колокольни. Вместо довольно воли, которая ищет воли, которая ищет воли, чтобы вступить в сражение за недостаток края, то есть продолжение. Что это бьется, бьется и продолжает длиться там, где никто не будет сам за себя молиться. Голубь играет и умирает, колокола встречает и именует. Федора, Иннокентия, Николая, Льва, Анатолия, Ермолая, Анну, Анну, Прасковью, Любовь, Надежду, Всех нерожденных, мертворожденных, бывших, небывших прежде, всех нерожденных, перерожденных, всех поглощенных, вздромного воображаемого собеседника, ну че ты, че ты, страшно ему висеть в паутинной нити, в голой зиме. Но если укрыться нечем, можно укрыться этим. Чем? Всем падающим, всем разбитым, всем нерожденным, мертворожденным, всем позабытым. Дину, Нину, Агнию, Валентину, всех пером голубинных, всех незавидных и всех невинных, и всех безумных, моих любимых, мертвых, раньше, чем я успела о них подумать. Около меня голуби, колокола и дети. Остаток солнца молча уходит в землю, гаснет воображаемость собеседника. Но где ты, где ты? Гаснет огонь. И тот, который проснулся, и тот, который приснился, плачет преображаемость зубов. Жечь зеленые листья и лепестки — самый простой обряд. Его не совершить, не спасти за тысячу лет. Имя моему одному — огонь и зеленый цвет. За три секунды сворачивается и распускается ветром прошлых поза веков, прощаемый женский плоток. За три секунды вспыхивает этот тон острых цветов по воле основ огня. Три секунды вдоль побережья лежит, и он уходит в зеленой стебель волны в моих огромных руках. Океан слоится на лепестки. Тристан смеется на лепестках. Лепестки осыпаются в океан. Акванатео — миракулем лепеста. А нас уже перебрасывают в огонь. От желтка и белка моего огня рождается травяной хлеб. Ешь его, и будешь расти травой подле меня. Я — огонь, горящий внутри воды, над воздухом и землей. Рожденный жечь молитву, чтобы не спать в холоде и дыму. Жить молитву, поглядяную каторную пламенную тюрьму. Имени одного моего не сказать никому. Об этом ни в тайне, ни в яви не говорят. Ни один не видит его в зеленом. Кого? Никого нет. Помоги мне, вода. Уноси меня тысячу лет подряд. От имени его моего, потому что оно — огонь в зеленый цвет. Я нес реку, пока она меня проносила по дальнему бескрайному дню. И я не мог найти предела холодным розыком, идолом, каменной зелени земляной. Она меня простила и вновь отдала под крыло огнем. Я — огонь, горящий в ночных лесах, на каждом дне, под каждой сосной, внутри солы, в движениях сырой травы. Я — орф, говорящий в бездомных псах, страх, открывающий ночью дверь. Я — зверь, я — прах, будящий непобедимым голодным гулом в вечных пустых земель. Это смертельно близко. Снова спасет вода, надекая, тонкая из глаза и в нос. Она уносит до дна размытых, до дна любимых, плывущих косточкой кочевой. Последний дождь в последний раз поднимается выше нас, неисчислимым дымом зеленого имени твоего. Рожа наружу, внутри никого. Вот он, юрод, на ходулях сшит он из кровоточащей телячьей кожи. Это идет мой правый мучайки, право качаться, налево, вправо, вземь, вниз, из. Занавески. Они шевелятся. Рассвет наружу, внутри никого. Никого не лезет в окно. Занавески кружатся и крошатся. В них осыпается шелуха, отпадает и звездка. Занавески стоят стеной, за ними стоит иное. Душа моя умерла вчера от потери гноя. И странно, что я могу еще слышать голос. Не слишком ли много мне слышать еще и гром? Два раза поочередно видела я весну. Видела две весны за одну весну. Сперва мать и мачеха выцвела, вылезла на зеленых кожи ясных холмов. Сыпью вылезла ненависть твоя из меня, усеяла меня всю. Безобразие к безобразию тянется. А дуванчики к мать и мачехе тянутся. А мне не к лицу. По длинному дивному люку живых полей оттуда я убегала. Впереди черный ветер летел, сзади черный пастул погонял. И не увижу больше траву на твоих полях. Зеленых ран, зеленых окраин города твоего. Поднимаю щит. Заново родится, птицов пищит вторая весна. Весенние леты. Текут и текут гнилые листья. Из прошлого года брошенные. Как усыпленная собака лапой дергают. Чуть-чуть. Проститься. Звон наружу. Внутри никто не навелет покоя среди морей. Не найдет омыться места среди икон. В целлофановом пакете где бежать. В глиняной паре палатец шар лежит. Не лечится. У него не жар, а холод и страх дышать. Разве может быть шар из троих, шар из двоих? Разве может земной шар? Когда сейчас мою крустальную девочку молотком, молотком. Когда мою теплую девочку кипятком, деточку по лицу, по лицу. Когда работа жизни подходит к концу. Сквозь меня пробегают тысячи происшествий. Все наружу. Внутри не хватает места. Ты на дерево влез. А сидеть там придется брату. Если брат упадет, то тебе и быть виноватым. Перемешаясь, перемещаетесь. Совмещаясь, не повстречаетесь. Вы в одном выше не помещаетесь. Шар из троих по-другому щурится, по-другому шарится. Вся земля на меня скалится. Каждая яма в меня валится. Середи меня никто не живет. Не сердись, будь остаток со мной. А с лица мне воды не пить. До конца, без конца. Пить кровь с блюда твоего лица. С блуда лица твоего кровь. Целовать, примерзая губами. На осторожном плоту. Он поплынул вверх ногами. А девочка-то. Была настоящая, а стала кирпичная. Все становится твердым. Нам не успеть отсюда родиться. Станем старцами, нерожденными близнецами. Лица в трещинах. Трещина в наших лицах. Сусальным золотом покроются руки. Сиамские, потому что в разлуке. Так убийцы с убитым снова срастаются под землей. Так приходит смерть сама за собой. Упишала в лес. Заросла в высотой могиле. Заросли плоти. Порой ее с упираний. Кладет по ноге дорогу. На животе угрозу. Уходный слез взборал. Соложи меня на руки твои. Солхай мне руки твои. Отпусти молодым от нового домика. Отвешу мотору на море с дверь домой. Отдавая милу. Вознимание. Вознимание под языком. Любимая игра Марты. Посадить на краевадную зверушку измельной пены. Они как будто из басы. Только еще слабее. И в крайне одинаково. Заросли, мишки, фантеры. Обачка пены. Бежит по отрезной дороге. Хорошкой, простой. И сразу было недолго. А стало еще не дольше. Просит белый двух медвежат белых. Они обнимутся, прежде чем сбиться в пену и съехать в воду. А теперь медведицу с медвежонком. Он будет падать, держась за маму. Вдоль белой стены ползут они до страны под манимыми облаками. Она его держит, несуществующими руками. А если она попросит, сделай теперь мастер. Скажет на краеварке, белое с белым. Сделает шаг медленный, вертикальный. Я увижу, пены проходят в пену. Вот так. Лиз. Гроб молитв осенний дом. Воздух ядови в красок спорю. Дом одного дня. В безлюдных пространствах высоко, безлюдных пространствах дышать легко. Да будет соломенное легко, Да будет пламенное легко Тому, кто ходит внутри ходьбы, Быть внутри дыхия. Чудо, в ленинных линий сон, Безымянных ближаний сон, Нет, ну ничего, ничего, Путь не станет, не разбил, Ничего, не путь, не здесь, Дайте мне сказать, что хочу. Я люблю идти в свой лес, Я не пела, но она была. Если надо сказать люблю, Я это лихиям скажу, Я их там детей наряжу, Я вас на земле провожу, Удержу на метро, Не пощипали по степам. Двор моих идет на сло, В чаше чаще последний жут, Вышли дальше, Исходит звук сверху из водящих струн. В углеково ты видишь, У нее на родников оплетает смерть, Отпускает сухую плеть, Не хотим ни о чем жалеть. У бессмертия висит крыло, Если сломано, то на зло, И летучее будет петь. Я гляжу сквозь природу глаз, Я ищу единственный лес, Но он все уходит вдоль, Движется по любой дуге, Оставляет в моей руке Острый след своего лица. Я рада держать эту волю. Около природы, Я истинница, По свету вечность, По виду снег, Осенью стоишь без лица, Не на что смотреть. Я скитаюсь в преддвериях, А в дверь не проник, Слишком устал на таких дверей. Самодвижный, самодержавный крик, Запускаю ввысь под воздушный снег. Я запомнил многое, Забыл одно, Но берега мои рассыпятся, И вывернет дно, Берега мои воротятся, И хлынут ключи, Но и вновную ворота Тот же легко стучит. Дикой валидной я крашу весом, Кровь и длинный, запекшийся сок. Подожди, лес, да я скажу, Послушай меня, я тихо скажу, Я иду, я спешу. Весь в трамле весом, Говорит штормой, Кто это ты, Ивана Левой-Синной? Я приду, я пойму. Говорит. Огонь дыхания был еще ночной, Взлетает и падает, взлетает и падает. Семь Говорит за стеной, Достал меня из-за пазухи. Говорит, кто я такая? Он смеется, не улыбается, Белым следом заливается, Следы свои переставляет. Ты прогнила долго, ты, донюшка, Такая ты гадина, такая уродина, Ты безумная. Богом вывязать тебя, Да ты ж змейка переливчатая. Выскажешь ты, змейка, Песчаная, пересыльчатая, Визгливая и гривая лаковая, Скрученная, как цветок. Приколзет к тебе змей ласковый цвет, А его и рядом не узнать, Да вас и вместе не разберешь. Доченька, солнышко, Вербушко, Змея-то храпленая. В половину солнце теплое, В половину грязи чистая, В половину люди добрые, Бить бы тебя, да некому, Быть бы вовле тебя, да некому. Рука плавала возле тела, Рука плавала, Когда выводила, Не то, что любила, А то, что легче. Можно я признать тебя навстречу? Когда я признать тебя навстречу? Сойдет вода пологая во озеро ладонное, Заболит у тебя безымянный палец, А ты лежи, не встрясывайся, Лежи, не облядывайся. Будут свет топить, На стеклянного воду Вырастут деревни слезные, Лягут долины слезные, А ты лежи, не всматривайся, Лежи, не облядывайся. Далеко города, А ты лежи, Ясенька, Не вяйся, Не расщепляйся, Келечка, Выстаравливайся, Возьми уголек, Я пока болтал, Я выезжаю по улице хата, Смотри на свой уголек. Все еще у вас, Жалоба холода и протяжки. Раньше старалась помнить, Боялась забыть, А теперь не может заснуть. По лестнице хриплой Не может спуститься, На лестнице гиблой Не может схватиться, Спуститься в подъем. А так шумит, Отравленный вал, В рамками не ушло. Чудный гибноглаптный Поглаптился в подземный летит. С пеной сходится И в часты нестыночной красоты. Белая говорит, Убегу, А серая, жуткая, Говорит, Появись, покажи, Я с места не сомневаюсь, Никуда не уйду. Белая говорит, Так, Я поминутно смываю сон Со своих рук. Он спрячь меня Среди лошадей, Среди желтых бабочек Своих дочерей. Он спрячь меня, Пока он не с ним, Спрячь меня среди них. А серая, Говорю, Говорит, Пристанно серая, Говорит, Не бросай меня Среди дочерей, Не оставляй меня, Не жалей. Мы еще не сошли с ордит, Поэтому он ускрыл. Хоть же нам его примирить, Неже нам его разделить, Мы еще не стали иной, Поэтому я успею. Раньше верила древу И древом богам, Тогда читала сразу по словам. Жалобы холода, Жалобы духа, Которому словно Ступил на ухо, А был он легкий, Как мор, Как пух, Как мор, Отдавленный слог. Что я слышала, То и пела, У печки сидя, Себя не зная, Сама не грела, А все же грелась. Теперь вызываю пожар И жалость. Белое дерево, Тварь земная, В поле гуляла, Где два держала, Пламя несло, На весу несу, Преклонить появилась. У него глаза, Как холодный воздух, Как вознесение, Дерево падает Воспусение, Крошится, Крошится средостенье, Дерево горит В воскресенье, Не горит Рокозане. Пламя невинно Ушло и спать, Пламя невинно Прошло по жилкам, По трубочкам, Растопырхам ручек, Выбрось краски, Оно само Всеми цветами Тебя замочит. Ты молчишь, Ты не можешь и быть. Чтобы ты совсем не пропал, Пока я в силу тебя творить, Буду за тебя говорить Со мной. Пока я в силу тебя любить, Буду за тебя уходить. Раньше боялась вспомнить, Пыталась забыть, И теперь Лестница сбрасывает меня, Рвёт и терзает, Ах, малый зверь, Но нет зверей сильнее огня, И нет укусов сетлей огня, И нет пути быстрее огня, И нет потёмок Истинный тем, Куда он будет в меня. Аплодисменты, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Считай, Читай, Два пища, А ещё! А ещё! Свидетельно ли второй праздник? Нет, спасибо! Спасибо. 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 Каде Боярских. Кстати, ее книгу «Да газ», выпущенную издательством «Моги», вы можете посмотреть. А сейчас к микрофону приглашаем Данил Файдов «Голубь до Москва». Спасибо. Здравствуйте. Первым будет цикл, посвященный метафизическому осмыслению компьютерных игр под названием «Ресет». Поиски вторения. «Трелялка». Ну и кто ты в этой навороченной компьютерной игрушке? Спецназовец с неграничным выбором оружия, бензопилой, двумя кулаками, пистолетом, базукой, прощей, бесстрашный, играет в семи свиреп лицом, справится и с упорем, и под лицом, снабжен святой водой, по умолчанию католичество окрещен. Или напротив. Пупырь, мертвец, вышедший из могилы зомби, отваливается рука, что-то сила вытащила тебя из гроба и отправила в поисках свежей аппетитной плоти. Облетлен мухами, дурно пахнет, не принял душ, совершенно не верит в переселение душ, что-то слышал о неизбежной смерти. Или красавица, что в заложнице у подлеца, эротическая мечта разработчика угреватого юнца, сидит связанная на стуле, как на игле, как на иголках, не сдвинется с места, ждет героя. Если он придет, она отдаться, вознаградит с собой, но это будет потом, game over, конец игре. Или злодей, придумавший всю заварушку, спрятавшийся за спины автоматчиков, носит большую пушку, почти неуязвим, только самым большим фаерболом, он залпом выпивает виски, он курит сигару, он очень злой, конечно же, очень старый, с детства хамил педагогом, прогуливал школу. Или просто вран, большая черная птица, любимая птичка шутника-программиста, побит случайной пулей во время пира, он хорошо прорисован, как тиск, пернат, он уже не вырастет своих воронят, перед его глазами проплывет напоследок все несовершенство мира. Герои меча и магии Местность пустынна, как всегда вокруг ни одного из друзей, враги слабы, но их много на одного. Тебя, как живут герои со злыми лицами, ты увешан херню их де-фактами, как в краеведческий музей, до города тысяча миль, вокруг степь с голодными птицами. Тебе навстречу волк-лесовичок, говорит, сам не знает чего. Войски возбудут и шатание, грифоны не ели мясо уже неделю, высшее гуманитарное здесь не поможет. Пномы совсем изнемогают бесстоверные. Ты собираешь сотников, они в ожидании смертного часа, давно уже в чистом белье, у них железные нервы. Каждый старается быть со своими построже. Смотришь на них, понимаешь, за тебя не полезут и схожи. Впереди болота, позади вахпиры. Справа и слева море. Ты, верой Фемастокол, у тебя ровно три сотни войска. Мировая история учит иному, чем Толкиен и Левуин. Демонстрируешь выучку. Хоть у тебя и горе, враги спалили твой город, им служит теперь твой сын. Говоришь своим, мы все равно победим. Это же легко и просто. Сотники собрались, требуют магии, отнести домой. Нужны подкрепления, но ты твердишь, не шагу назад. Не очень-то понимаешь, что там за твоей спиной. Так ли страшны герои и враги, как их хмалюют. Время боя приходит. О том, говори, что за. Да уже занавески. Жеки тебе. Мы еще полоюем. Авиасимулятор. Авиасимулятор. Уаса иначе туза свои проблемы. Он взлетает на крыло, ложится, смотрит, как там ведомый. У него приборы рядом, фотографии девушки, которая ждет. Он уже майор, у него две звезды героя. Весь выделяешь сбитых в трицах. Выходит порою, что ему не стать отцом стольких детей, сколько убил людей. Он жмет на пробел, фашисту попадает в живот. Думает ли он о ней? Помнит ли он о ней? Поднимает в бесшумное небо свой самолет. Летающая крепость. В башне ждет она. У него внизу к ПТЖ. Он нажимает эскейп, прижимает ее к стене. На мониторе пауза и война. Вот ведомого сбили. Он ее не удовлетворит. Ночной бой, красивые пули. Тебя не пугает их свист. Пока на мониторе жив хоть один фашист. Не говори с ним, он занят. Он с тобой не говорит. У тебя все не так, говорила в Москве природа. Я вот меняюсь каждую четверть года. Потому что все должно отдохнуть от себя самого. А у тебя неизменно даже булочное и ничто. Нет, что дать отдохнуть своему метро. Хочешь, я его снегом на зиму заварю. И бомжей твоих сторожей, и собак дворовых. И отправим москвичей твоих на трамвае. Или пусть зимой по домам сидят и без строк, Чтоб не шастали по январю. Или вышли на Канары. И Москва отвечает на то и здесь, что тебя так спросить забыли. А то, что ты, это я и есть, если вдруг кому непонятно. И ведут столица звонить и петь. И стоят солдатики оловярные. И у них на кокардах в погонах пятна. А в руках боржо, сулугуни, вина и батон. Нарезная смерть. Туристы. С ветерокрутные вязки, болотные сапоги, байдарка на середине реки. Ты посолил, нет, не солил. Пепел на ложке, песок в башке. Песня туристская и вообще. Мы за туманом, за запахом и т.д. Цивилизация это тушенка и соль, и немножко спирт. Прячется рыба в воде, то есть почти нигде. Будем ее ловить. Чтобы никто не понял, мы тут плывем на юг, до поворота, потом на восток, а потом опять. Кто будет плохо грести, тому каюк. Ибо каяк штука простая, просто его сломать. Как доплывем, будет нести река, у реки полонит берега. Если сплогали лес, значит и мы пройдем, как мне говорил Ильич, именно этим путем. Чтобы никто не понял, не будет привал, иначе закат. Мы не увидим, в лучшем случае увидим рассвет. Боже мой, думаем пятиклассник, как хочется спать. Скорей бы кончилось это лето и следующее пять лет. Юрий Цветков, Ишнек, Москва. Значит, мы за ним построили так выступление, что после него еще раз я приглашу его, а затем он еще раз меня. Я позволю себе прочитать цикл, который называется Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова